Глава государства Касымжумар Токаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан. Нынешнее послание посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время. Подробнее в материале. Президент Касымжумар Токаев, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента, высказался по поводу построения нового Казахстана и сохранения независимости. Сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских, отметил он. Также глава государства заявил об отходе от суперпрезидентской формы правления. А долгосрочные интересы государства для него важнее дополнительных рычагов власти. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте. И это, я считаю, неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии Аманат я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя. Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. Исходя из этой же логики следует ввести в наше законодательство положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Вместе с тем мы видим, что сфер концентрации полномочий в центре проецируется и на региональный уровень. Поэтому нужно законодательно запретить Акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии. Президент нашей страны отметил, что январские события считаются огромным испытанием для государства. По его словам, госорганы доказали, что готовы сражаться до последнего вздоха. Они были верны перед Родиной и защищали наши государства. Граждане создавали дружины и вносили свой вклад в сохранение порядка. А впереди большая работа со свидетелями проведения экспертиз изучения данных. Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Впереди большая работа со свидетелями проведения экспертиз изучения различных данных. Одно могу сказать. Имела место масштабная детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности. Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь, использовали профессионально подготовленных боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алма-Ате, нашем самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране. Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали. Казахстан столкнулся с беспрецедентными в современной истории финансово-экономическими трудностями. Они связаны с резким обострением геополитической ситуации. Причин для паники, по словам Тукаева, нет. Он заявил, что у страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. И поручил правительству срочно реализовать комплексный пакет антикризисных мер, чтобы обеспечить устойчивость деньги. Процедуры регистрации партии будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в 4 раза, с 20 до 5 тысяч человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Минимальная численность региональных представительств уменьшится в 3 раза, с 600 до 200 человек. Почти на треть, с 1000 до 700 человек сократится минимальная численность инициативной группы граждан для создания партии. В свою очередь, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся. Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране. Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората. В Казахстане станет на 3 региона больше. Границы областей будут изменены в связи с их разделением. Так появится Абайская область с центром в Семее, Улытауская область с центром в Жесказгане. Также Алматинская область будет разделена на две части. Из ее состава выйдет Жетасуцкая область с центром в Талдыкургане, а центр Алматинской области сместится в Капшигай, которую переименуют в Кунаево. Дана Самат, Ернар Сатабалде, 77 News.